Семинар, который посвящен цветокоррекции слайдов и негативов, тому, как обрабатывать слайды, как обрабатывать негативы. Потому что бытует такая точка зрения, что, например, правильно снятый, отлаженный по хроматическому балансу при съемке слайд не требует вообще никакой коррекции. Это мнение очень распространено, в частности, в среде фотографов-форматчиков. Это глубочайшее заблуждение. Мы с вами знаем почему. И вот нам предстоит показать, почему это заблуждение и как это заблуждение преодолевается. То есть начнем мы с того, что поговорим о слайдах и негативах, о том вообще, если мы сегодня хотим снимать на фотопленку, то что выбирать, какие тут есть подводные камни. А после этого уже перейдем к непосредственно обработке того материала, исходя из того тезиса, что оцифровка оригинала – это смена представления с красочного на числовое. И только. А все остальное уже, так сказать, надстройка. База – это именно смена представления с красочного. А теперь рассмотрим материал, поведение которого не укладывается в только что разобранную нами схему, применимую к большинству негативных пленок. Его свойства необычны и требуют необычного подхода. Но вы уже догадываетесь, что речь пойдет о пресловутом кодек «Эктар-100», вокруг которого по сей день не угасают споры. Прежде всего, давайте познакомимся с историей этой загадочной фотопленки, откуда она, собственно говоря, взялась и почему она обрела такую феноменальную популярность. Появилась эта пленка «Эктар-100», пожалуйста, не путайте ее с «Эктаром-25», который существовал давно, он существовал в середине и в конце 90-х годов. Кстати говоря, очень слабая по своим характеристикам пленка. «Эктар-100» появился в 2008 году, и появился он не случайно, появился на фоне пика экономического кризиса, глобального экономического кризиса. Тогда, в 2008 году, очень многие компании американские, в том числе, потерпели катастрофу. На грани катастрофы, на волоске от катастрофы висела компания «Кодек», и компания эта искала всевозможные пути показать мировому сообществу, что они живы, и что у них все в порядке. И необходимо было выпустить срочно какую-то новую номинацию и выбросить ее на рынок. Так вот, тогда, в 2008 году, было принято решение взять уже давно разработанную кинопленку «Кодек Vision 2», на которую в ту пору активно снимал Голливуд, он постепенно, конечно, перешел на цифровые технологии, но и по-прежнему, и по сей день фильмы снимаются на пленку. Я минувший Новый год в новогодние праздники был в Голливуде, и могу подтвердить, что, несмотря на то, что цифровые технологии стремительно, так сказать, завоевывают Голливуд, тем не менее, съемка на пленку все еще происходит, все еще работают контракты с «Кодеком» и с «Фуджи», ну, в основном с «Кодеком», конечно, и съемка ведется на пленку «Вижн 2», «Вижн 3». Так вот, тогда, в 2008 году взяли эту пленку «Вижн 2», промаркировали, порезали в кассеты и пустили на рынок как нечто новое и нечто совершенно необычное. Позиционировалось это все как сверхмелкозернистая пленка со сверхширокой, со сверхвысокой фотографической широтой, с огромным входным динамическим диапазоном. Правда ли это? Да, конечно, правда. Правда и то, что у нее сверхширокий входной динамический диапазон, то есть сверхогромная, простите за такое выражение, фотографическая широта, и, разумеется, у нее очень-очень мелкое зерно. Но что с этим мелким зерном делать и как оно себя будет вести, это мелкое зерно, это отдельный разговор, который мы с вами проведем чуть позднее. Действительно, и фотографическая широта позволяет фотографу чувствовать себя вольготно. Действительно, такая фотографическая широта позволяет ему ошибаться сколько угодно. Плюс-минус две ступени, да вообще не проблема, можно делать все, что угодно. Это действительно удобно. Но мы с вами уже говорили о том, что негативы сегодня не находят применения в гибридной технологии. Вернее, как, они, конечно, находят в ней применение, но реально изобразительных мотивов для использования негативов в сегодняшней фотографической практике нет решительным образом никаких. Мы с вами это показали ранее, но я еще раз вам об этом напоминаю. Тем не менее, соблазн попробовать распиаренный эктар всегда присутствует. Можно пойти двумя путями. Можно, например, взять скан эктара, тестовый скан эктара, попытаться с ним поработать, получить результат, удивиться этому результату, а затем начать искать этому факту объяснения. Ну, вы уже догадываетесь, что традиционным методом коррекции эктар не подвергается. Он не слушается трихроматических рычагов. Но можно пойти и другим путем. Можно сначала сравнить свойства этой пленки с пленками традиционными, с теми самыми пленками, которые, как мы говорили ранее, претендуют на роль трихроматических сенсоров и подвергаются нормальной естественной коррекции трихроматическими рычагами фотошопа, а затем, увидев отличия, сделать предположение, что, по всей видимости, в эктаре все-таки что-то не так, и убедиться в этом на практике, после чего ответить себе на вопрос, а вообще можно этой пленкой пользоваться или нет. Ну, разумеется, мы с вами знаем, насколько эта пленка популярна, мы знаем, насколько активно идут дебаты в сети, причем ведут по сей день, и я неспроста оставил в качестве заполнения экрана Google. Почему? Значит, сейчас мы с вами пройдем тот путь, который я предлагаю вам пройти, прежде чем взяться за цветокоррекцию кадра от сканированного сектара. Мы с вами сравним спектральные чувствительности трех фотопленок. И, конечно, я мог заранее подготовить эти графики и продемонстрировать вам их на экране, но я бы хотел вместе с вами сегодня пройти тот путь, который пройдете вы в решении вопроса получения данных о спектральных характеристиках интересующих вас фотоматериалов. Давайте сравним три ведущих фотоматериала между собой. Это у нас с вами будет кодек профото, негативная пленка, это у нас с вами будет кодек портра, и это у нас с вами будет герой нашей темы, эктар. Вначале поступаем следующим образом. Пишем. Кодек про фото даташит. Находим соответствующий PDF-файл. Он автоматически, система вывела нас на сайт кодека. Нас с вами будут интересовать вот эти графики. Графики спектральных чувствительностей фотопленки. Поступаем следующим образом. Делаем скриншот. Принтскрин. У нас уже под парами остается Photoshop. Создаем холст. И заливаем этот холст содержимым буфера обмена. Что теперь? Теперь идем вновь в Google. Ищем с вами кодек портра 160. Даташит. Вот она. Отыскиваем график спектральных чувствительностей этого фотоматериала. Даем принтскрин. Вы догадываетесь, к чему я клоню. Я хочу совместить эти графики друг над другом и посмотреть, в чем заключается отличие фотоматериала, которое мы хотим обсуждать. В чем заключается отличие пленки Ektar 100 по ее спектральным характеристикам от классических, если угодно, фотопленок. Ну и, наконец, отыскиваем кодек Ektar 100 Datashit. Снимаем скриншот и закидываем его в наш файл. И точно выровняем по направляющей. Ну вот так, господа. Перед нами три графика спектральных чувствительностей трех негативных фотопленок. Вверху кодек ProFoto, который, как мы знаем, безусловно может претендовать название трихроматического сенсора и который после сканирования может быть подвергнут ручной инверсии с целью получения нормального фотографического изображения и стандартной технической цветокоррекции негатива. Мы с вами помним, что негативный материал изначально обладает достаточно низким коэффициентом контрастности, поскольку предназначен для копирования на высококонтрастные фотобумаги. Поэтому, разумеется, S-образную кривую, которую нам приходится прилагать и к обычным изображениям по фундаментальным причинам, к изображениям, полученным с помощью негативных фотопленок, требует намного большего усиления. Подчас S-образность бывает очень круто выраженной. Мы с вами об этом помним. Итак, перед нами спектральные чувствительности кодек профото, кодек портра и, наконец, кодек эктар. Вспоминаем критерий Лютера-Айфса, о котором мы с вами говорили в начале занятия. Вспоминаем о том, что спектральные чувствительности трихроматического сенсора должны быть эквивалентны спектральным чувствительностям зрительной системы человека или их линейной комбинации. Вспоминаем о том, что, и о чем пишет Роберт Хант, о том, что удовлетворить этому требованию в отношении фотопленок практически невозможно, но хоть в какой-то степени приблизиться к нему, получив тем самым более или менее удовлетворительный результат, можно. Поэтому мы с вами помним, что существует определенная категория фотопленок, в которых мы можем быть совершенно уверены. Мы говорили уже с вами о том, что негативные фотопленки в случае, если нам требуется извлечь из их изображения максимум возможностей и максимальное качество, подвергаются сканированию как есть, то есть в режиме слайда. Мы говорили уже с вами о том, что, безусловно, если идет оцифровка домашних архивов, то, конечно, можно доверить программами сканирования автоматическую инверсию, вычитание маски и фундаментальную цветокоррекцию плюс техническую цветокоррекцию негатива. В большинстве случаев все получится хорошо, а подчас очень хорошо. Но мы распуждаем с вами с профессиональных позиций, и если мы с вами хотим извлечь из негатива максимум, то оцифровке его следует подвергать даже на сканерах категории Nikon 8000, Nikon 5000 или Nikon 4000, его следует подвергать оцифровке как негатив, то есть, как слайд, прошу прощения, то есть, доверить сканеру только одну процедуру, процедуру смены представления с красочного на числовое. Все остальное мы делаем руками. Рукамы. Итак, сравним спектральные чувствительности трех фотопленок, проведя соответствующие гвайды. Давайте поступим вот таким вот образом. Совместим пик первой спектральной чувствительности коротковолновой спектральной чувствительности фотопленок, отвечающей за выход желтого красителя. Обратим внимание на одну очень интересную деталь. Графики весьма схожи друг с другом, в частности по пикам. И у Профото, и у Кодек Портра, и у Эктара. Следовательно, коротковолновая спектральная чувствительность практически одинаковая у всех трех пленок. Проведем аналогичную гвайду для средневолновой чувствительности. Выберем пик. Вот он пик. Мы видим, что пики чувствительности тоже совпадают. Правда, имеются некоторые отличия вот в этих участках кривых, но это не беда. Это принципиально ни на что не влияет. Мы с вами знаем и помним, что принципиальное влияние оказывают пики чувствительности. А теперь проведем направляющую и совместим пики длинноволновой чувствительности. Обратите внимание, как в этом случае повели себя фотоматериалы. Длинноволновая чувствительность у тех фотопленок, которые безусловно управляются обыкновенными трихроматическими рычагами фотошопа после оцифровки совпадают, тогда как пик чувствительности эктара находится в стороне. Причем смещение составляет порядка 20-25 нанометров. По этой причине мы можем заподозрить, что коль скоро один из пиков чувствительности фотоматериала очень сильно смещен относительно пиков чувствительности традиционных трихроматических фотопленок, то можно предположить, можно заподозрить, что пленка эта ведет себя каким-то необычным образом. Так оно и происходит в реальной практике. И если мы с вами вознамерились снимать на эктар и использовать его, как мы говорили с вами, в качестве выносного светочувствительного сенсора, если мы хотим использовать его для сегодняшней работы, не для оцифровки семейных архивов, а для профессиональной сегодняшней работы, ну в частности, к примеру, для пейзажной съемки или еще для какой-то ответственной работы, то мы, разумеется, будем подвергать его оцифровки по той схеме, о которой уже говорили. Мы будем оцифровывать его как слайд. То есть, от нашего оцифровывающего оборудования, от сканеров, мы будем требовать только одного, смены представления. Следовательно, на экране мы получим типичную рыжую картинку, без всякой инверсии. Ну что ж, первое, что мы с вами сделали, заподозрили неладное, глядя на эти графики. Разумеется, в прошлом все так и происходило. Тогда, в 2008 году, когда эту пленку начали активно пробовать, то сначала возникло, ну просто, полное разочарование. Что такое? Что происходит? Совершенно непонятно. Стали искать объяснения. Цветопленка была совершенно неудовлетворительна по цветопередаче. Но вместе с тем, предположить, что компания Кодек выпустила никуда негодную фотопленку, вот напрочь негодную фотопленку, было совершенно невозможно. Возникли, если угодно, понятийные ножницы, возник, если угодно, когнитивный диссонанс. Когда стали копаться, то, разумеется, полезли в Google, нашли даташиты, совместили графики, так же, как мы сейчас с вами сделали, обнаружили, что один из пиков чувствительности резко отнесен в сторону, далеко отнесен в сторону, примерно на 25 нанометров, что очень много. Но на что же тогда рассчитывала компания Кодек? Ну, можно предположить, что в первую очередь она рассчитывала на проекционную оптическую печать, но дело в том, что даже проекционная оптическая печать на тех еще оставшихся в живых аналоговых фотоминилабах, как их называют аналоговые, хотя это не совсем правильно, показало, что так называемая цветопередача, это совершенно некорректный термин, но смысл его тем не менее понятен, что так называемая цветопередача действительно совершенно неудовлетворительна. чем же объяснить столь странное поведение материала? Объяснение это мы с вами дадим чуть ниже, после того, как попробуем с ним поработать. Но сейчас я лишь напомню вам, что фотопленка, как позиция рыночная, как номинация, была выпущена, если угодно, простите за выражение, на истерике, как я уже сказал, компания, которая к тому времени уже в общем-то загибалась и не выпускала ничего нового, никаких новых позиций, предприняла отчаянную попытку сделать хорошую мину при плохой игре, и, как я уже сказал выше, просто порезала кинопленку кодек Vision 2 и засунула ее в кассеты. Все. Затем уже, спустя время, когда пленка приобрела популярность, появился 120-й формат, ну, а потом уже его догнали и листы 4 на 5 дюймов, потому что кое-какой успех пленка все-таки имела. Но, давайте попробуем обработать кадр, который был отсканирован, разумеется, на барабанном сканере мокрым способом, так называемым мокрым способом. Напомню, что при так называемом мокрым способе фотоматериал монтируется на акриловый барабан и при этом покрывается двумя слоями прозрачного минерального масла, выравнивающего коэффициенты преломления. Сверху накрывается так называемым астралоном, защищающим оптическую систему барабанного сканера от возможного разбрызгивания масла. Давайте посмотрим на то, что у нас с вами получилось. Это изображение, разумеется, тестовое и, разумеется, согласно принятой фотографами традиции, в руках у модели, ну, модель это уже пожилой человек, Владимир Павлович Федорин, очень талантливый господин оформитель, который по-прежнему работает в той же компании, в которой работаю я, в компании Photovone. В руках у модели серая шкала. Сейчас мы с вами посмотрим, в том числе, постараемся убедиться в том, насколько эта серая шкала полезна в работе. Не могу не позволить себе маленькое лирическое отступление и не поерничать по поводу серых шкал. Я уже рассказывал неоднократно, когда возникали вопросы, что опытные цветокорректоры, когда работают с материалом, предоставленным профессиональными фотографами, об этом мы с вами говорили на семинаре, посвященном фундаментальной цветокоррекции, когда работают с опытными фотографами, впихнувшими в кадр вот эту самую Q13 или какую-то ей подобную серую шкалу, то они выполняют цветокоррекцию раздельно. Они выполняют цветокоррекцию изображения по тем принципам, которые мы разбирали на семинаре по пяти гештальтам, а потом отдельно обрабатывают серую шкалу, чтобы фотограф был доволен и продолжал свято верить в ее необходимость. Ну вот мы, в частности, сейчас посмотрим, насколько эффективно эта серая шкала работает на обсуждаемой пленке кодек Эктар 100. Ну, как мы уже с вами делали, первое, что мы проделаем, вычтем маску. Значит, давайте увеличим участок кадра. кстати, обратите внимание, вот эти вот кольца, это есть не что иное, как воздушные пузыри, образовавшиеся в минеральном масле. Дадим команду Ctrl M, никакого уже огорода, бутерброда с управляющими слоями мы с вами городить не будем. Дважды щелкнем на пипетки, дадим примерно 90 по L, что будет 226, 226, 226 по RGB. Окей. И обнулим маску, при этом убедимся в том, что ширина пикселя у нас примерно 31 на 31, ширина пипетки, прошу прощения, 31 на 31. Как уже говорили, выбираем свет, самый светлый участок. Маска обнулилась. Окей. Сохранять это не будем. Вот теперь мы с вами имеем негатив, из которого ушла маска и с чистой совестью можем дать команду Ctrl I, инверсия. Инвертируем этот негатив. А вот теперь после инверсии негатива давайте уже соорудим бутерброд управляющих слоев. Итак, первый управляющий слой как мы с вами знаем будет слой посвященный приведению изображения к полноконтрастному состоянию. Вызываем гистограмму и приводим изображение к полноконтрастному состоянию. Вы знаете, давайте прежде все-таки мы выкропим лишнее, чтобы оно нам не мешало в работе. Периферию перфорацию хотя с другой стороны вы знаете последнее время настолько популярно давать изображение с перфорацией, чтобы зритель знал, что это пленка. Ну, в этом случае, конечно, возникают некоторые сложности, потому что имеет место в отличие черной точке по перфорации и по собственно черной точке изображения. Но здесь мы с вами не будем заниматься этими псевдо-художествами, а выкропим изображение, относясь к фотопленке просто как к одному из вариантов светочувствительного сенсора. Итак, выкропили, гистограмма, разумеется, изменилась, и приводим фотопленку к полноконтрастному состоянию. Помним, что флажочек ставится по белой точке, флажочек ставится на середину вот этого уха. Мы с вами говорили неоднократно, что происхождение этого уха остается в общем-то малопонятным. Ну да ладно, не принципиально сейчас, а вот теперь второй шаг и, как мы помним по семинару фундаментальной цветокоррекции, второй гештальт это хроматический баланс изображения. С ним, разумеется, придется повозиться. Почему? Совершенно верно. Потому что один из пиков чувствительности явно отставлен в сторону и явно отличен от пиков чувствительностей традиционной фотопленки по длинным волнам. Итак, что делаем? Давайте поступим следующим образом. Давайте сейчас, вопреки тому, что мы проходили на семинаре по фундаментальной цветокоррекции, выведем на экран только серую шкалу и будем наслаждаться серой шкалой. Отладим ее, а потом посмотрим на изображение в целом. я напоминаю о своей просьбе мониторы с расширенным цветовым охватом перевести в режим sRGB. Итак, давайте вот так вот. Шкалу держит немножко криво, но не важно. Давайте попробуем сейчас отладить хроматический баланс по серой шкале. Я вызываю слой Curse, кривые, и перевожу, разумеется, в режим Color, что означает цветность. Не цвет, а цветность. Хорошо. Значит, как мы с вами поступим? Ну, во-первых, мы сначала выведем панель Info. На панели Info обязательно в правой стороне в качестве альтернативного индикатора выберем систему Lab и пройдемся пипеткой по нашей с вами серой шкале. Да, вот 31 на 31. Давайте посмотрим. Ну, у нас очень сильный, как мы с вами видим, перевес по B-каналу, минус 22, что, в общем, хорошо видно и на экране. Серая шкала очевидно синит. Значит, мы с вами, и она и должна синить по объективным причинам, о которых мы говорили в начале семинара. Значит, следовательно, мы с вами работаем, как водится, с синим каналом. Начинаем работу с синим каналом. Разворачиваем список, выбираем синий канал и давайте с нажатым control'ом проставим несколько контрольных точек, чтобы нам было удобнее работать. Почему? Потому что шкала, в конечном счете, при попытке коррекции, выйдет неравномерной. Значит, сначала мы с вами просто вот так вот сделаем, опустим ее вниз, а вот теперь расставим несколько контрольных точек. Пожалуй, вот так. Все, в принципе, этого достаточно. И посмотрим, значит, что у нас с вами получается в глубокой тени. В глубокой тени у нас с вами получается B-11, A-7. Значит, чего мы хотим? мы хотим привести A и B-оси к нулям, то есть к нейтрально-серой реакции сетчатки на стимуляцию от серой шкалы, от потенциально-серой шкалы. Смотрим. Значит, здесь у нас минус 11, ну вот так вот начинаем работать. Минус 3. Достаточно. Дальше не полезем, потому что могут быть проблемы. Так, тут везде минус 15. Значит, нужно еще двигаться. Смотрим. Минус 7 еще чуть-чуть. Хлопотно, но приходится работать селективно. Почему? Потому что шкала неравномерна. проверяем, что у нас с вами получается. Здесь минус 3, здесь минус 3, здесь минус 3, минус 4. Так, что здесь, здесь минус 13. Я думаю, что даже поступим вот таким вот образом. Нам придется поступать вот таким таким образом. Минус 4, минус 6. Ну, я думаю, что может быть не стоит больше тратить время. Да, вот здесь уже вышло в ноль. Теперь нам уже придется поработать с другой кривой, в частности с зеленым каналом. Почему? Потому что мы видим, что у нас по А оси, а А ось в лабе, напоминаю, это оппонентная ось пурпурной зеленой, нам с вами придется подправить и А составляющую. Значит, выбираем зеленую и тоже аккуратно действуем. Смотрим, что у нас с вами получается. Придется добавлять красного. Сложный достаточно процесс, который не отлаживается простой манипуляцией. Таким образом. Давайте чуть-чуть уменьшим размер нашей с вами шкалы. Ну, вот, в принципе, боли нет. В тени еще нужно подработать, в тени еще нужно добавить красного. Причем, если, например, взять, выбрать серую позицию и ткнуть в шкалу, ни черта не получится. Извините за выражение. Ну, вот, более или менее, нам удалось привести серую шкалу в маломальский удобоваримый вид. Разумеется, направление действий понятное, но нам просто сейчас с вами нет возможности тратить на это время на семинаре. Но смысл в целом понятен. Давайте поступим следующим образом. Давайте сейчас сохраним вот эту конфигурацию изображения вот так и откатимся на кроп. На то, с чего мы с вами начали. Точнее, на да, приведем изображение к полноценному визуальному контрасту. Вот так. И попробуем с вами поступить простым, простейшим способом. Возьмем, вызовем кривую в обыкновенном режиме, вызовем серую точку и ткнем вот сюда. Давайте посмотрим при этом вот в автоматическом режиме мы с вами попытались привести серую шкалу к нормальному виду и пройдемся по ее длине. Ну, в общем, видите, ничего хорошего на самом деле не получается. То есть, все равно приходится подправлять. Но можно пойти, конечно, и таким путем. Начать. Я сейчас сдвинул. Вот так. Можно пройти и посмотреть, посмотреть и убедиться, что на самом деле ничего хорошего у нас с вами из этого не получится. Так или иначе, при манипулировании серой шкалой в оцифрованной пленке эктар, вот так вот сходу, как на предыдущих фотопленках, отладить хроматический баланс по серой шкале у нас с вами возможностей нету. Почему? Потому что пик спектральной чувствительности эктара отставлен в сторону. Ну что ж, хорошо. Давайте вернемся к тому, что мы с вами зафиксировали, вот к такому положению. И вот теперь обратим внимание на то, что у нас с вами получается в результате. А в результате у нас получилась вот такая картина. следующий шаг, который мы с вами должны сделать отладка контрастности. Вызываем кривые и даем им в режиме normal не меняя режим S-образный вид. И даем ей в режиме normal S-образный вид. Мы с вами помним, что при манипулировании традиционными фотопленками, при манипулировании сканами традиционных фотопленок у нас с вами все вышло на нормальный привычный уровень. И никаких отклонений по цветопередаче в локальных объектах, в частности, никаких принципиальных отклонений по передаче цветового тона кожи у нас не возникло. Проблема возникает именно при манипулировании фотопленкой Эктар. Обычный трихроматический подход оказывается неэффективным. То есть наше предположение о том, что в пленке кроется какая-то засада, оправдалось к великому сожалению. И вот с этой проблемой, с проблемой редакции оцифрованных изображений Эктара сталкиваются очень и очень многие любители. И очень многие сталкиваются с тем, что передача тона кожи совершенно неудовлетворительная. Хорошо видно, что тон кожи завалился очевидно в пурпурное. Он совершенно неадекватен и совершенно некорректен. точно так же возникла проблема из передачи цветового тона и насыщенности зелени. Обратите внимание, как она выглядит. Таких огрех можно найти очень-очень много. И удивляются тому, что почему же так получается. Выводят серую шкалу, добиваются идеальной передачи тона серой шкалы. Она становится абсолютно нейтральная на всем протяжении, но при этом все остальные объекты, кто в лес, кто под дрова. Во многих многих локалях происходит тяжелейшее цветоискажение. Вместе с тем другие фотолюбители сообщают, что ребята, о чем вы говорите? Все совершенно нормально, все совершенно адекватно тому, что ожидается. И демонстрируют и в социальных сетях, и на форумах великолепные кадры, полученные на эктаре. Разумеется, начинаются разговоры, связанные с тем, что а как вы этого добились, а как у вас это получилось, да ничего не делал, ничего не добивался, купил сканер Nikon 8000, поставил программу Nikon Scan, сунул туда эктар, нажал кнопку, отсканировал и вот результат. Все прекрасно. Действительно, возникает какое-то странное положение, какое-то дуалистичное положение. С одной стороны, пленка очевидно не трихроматична, она совершенно не поддается трихроматических рычагов. С другой стороны, любители докладывают о том, что результат прекрасный, но не все. а только некоторые. И только те, которые сканируют самым традиционным способом, не играясь настройками, которые сканируют негатив, как негатив, доверяя инверсию программе сканирования. Другие сообщают, что а вот я пользовался вуисканом, а вот я пользовался такой-то программкой, результат безобразный. Отчего так происходит и с чем это связано? А связано это с особенностями производства и копирования кинопленок кодек Vision 2 и кодек Vision 3. Но, как мы с вами знаем, пленка Эктар это порезанная в катушке кодек Vision 2. В чем состоит тонкость? Она состоит в так называемом алгоритме маскирования. Дело в том, что кинопленка негативная. Она всегда предполагает, а кино снимается на негативную пленку, она всегда предполагает определенную схему копировки на позитивный фотоматериал и изготовление фильма-копий. Вот эта схема копировки это определенная таблица коэффициентов маскирования. О маскировании подробнее мы не можем с вами сейчас говорить, но я адресую вас к книге Роберта Ханта «Цветовоспроизведение» и в этой книге вы найдете как раз рассуждение о том, как и с какими сложностями сталкивались, как исполнялось и с какими сложностями сталкивался в частности Голливуд при копировании на позитив. Для каждой фотопленки, для каждой кинопленки компания Кодек изготавливала, выпускала определенную строго рассчитанную схему маскирования, схему экспонирования и схему маскирования. Только тогда она могла гарантировать идеальный результат и идеальный баланс по коже европеоида. Эту схему маскирования невозможно описать аналитически. Она не поддается аналитическому описанию. Эта схема укладывается в так называемый LUT Look Up Table поисковую таблицу или как ее еще называют таблицу соответствий. Эта таблица соответствий чем-то напоминает статистические профайлы принтеров, которые мы с вами проходили на соответствующих семинарах, в частности на калибровке принтера от А до Я. Разработчики некоторых программ по всей видимости имеют доступ вот к этой схеме печати на позитив. И эту схему по всей видимости они то ли купили, то ли им как-то предоставили, но она зашита в работу в алгоритмы некоторых программ сканирования. В частности программу NikonScan. Распознав и вычтем маску, программа NikonScan применяет вот эти алгоритмы. Вероятнее всего, но действительно результат более чем достойный. Тогда как во всех остальных случаях получается та беда, которую мы сейчас видим на экране. Как тут быть и что с этим делать? Значит, если мы с вами идем на максимально возможное качество изображения, то здесь мы прибегаем разумеется к сканированию SIS, к сканированию как есть, то есть мы сканируем негатив как слайд. После чего инверсию, вычитание маски и фундаментальную обработку и техническую обработку проводим руками. Но выполнение обработки руками чревато теми последствиями, которые мы сейчас с вами видим на экране. Следовательно, как здесь быть, добыть лут не представляется возможным. Сканировать в режиме как негатив на Никоне мы не хотим. Поэтому единственное, что я могу здесь предложить, это на примере одного изображения, наиболее типичного, наиболее правильно экспонированного, выстроить бутерброд управляющих слоев, добиться того уровня передачи цветовых тонов в локалях, какой мы хотим, и зафиксировать этот результат либо в виде бутерброда слоев, так и сохранить изображение в качестве некоего алгоритмического изображения, в виде некой схемы, а потом эти слои переносить на фотопленку, либо записать в виде экшен. Другого пути работы с сектаром по той схеме, которую мы приняли в качестве наивысшей схемы, той схемы, дающей наивысшее качество, я не знаю, и предложить вам не могу, и полагаю, что и этой схемы просто не существует. К сожалению, сложилась вот такая вот ситуация. К сожалению, материал, как фотопленка, не дорабатывался вообще. Его просто взяли, порезали и засунули в кассеты. Те программеры, те компании-разработчики, которые смогли добыть соответствующие алгоритмы коррекции, и именно лут-коррекции, а не трихроматической коррекции, аналитической, те молодцы, у нас с вами этого алгоритма на руках нет. Поэтому эктар, в общем, это такой крепкий орешек. Но при всем при том, даже если мы с вами потратили усилия, даже если мы с вами выстроили бутерброд слоев, который позволит нам добиваться того результата, который нам нужен на этой фотопленке, а фактически из этого бутерброда слоев мы и формируем тот самый лут, о котором я только что сказал, то после всего этого мы должны еще решить для себя, а хотим ли мы этим фотоматериалом пользоваться, а может быть игра и не стоит свечи, может быть и не стоит тратить на него особые усилия, ну как же, остается же пресловутое зерно, материал же претендует на то, что он является мелкозернистым, да, действительно, он является мелкозернистым, но повсеместно путают два очень интересных показателя, часто смотрят на коэффициент гранулярности и говорят, что ну прекрасный он там 7, например, среднеквадратичная гранулярность 7 или 8, великолепный показатель пленка мелкозернистая, да, действительно, это великолепный показатель для оптической печати, но если мы с вами подвергаем фотопленку Эктар барабанному сканированию, да еще с высоким разрешением, скажем, в 6000 ДПИ или даже в 8000 ДПИ, то при этом у нас на снимке отрисовано каждое зернышко, оно мелкое, но оно настолько четко прорисованное, настолько высоки краевые контрасты, которые обеспечивает барабанный сканер, что это зерно, несмотря на то, что оно мелкое, очень мелкое, намного мельче, чем у кодек портра, там вообще не о чем говорить, там, если мне не изменяет память, среднеквадратичная гранулярность составляет порядка 12, не помню уже этот показатель, несмотря на то, что зерно очень мелкое, оно при этом за счет высоких контрастов будет прекрасно читаться и оно будет очень-очень заметным и все те бенефиты, которые мы с вами получаем при оптической печати, они уходят в отношение зерна. Остается один единственный критерий выбора этой пленки как основного рабочего фотоматериала. Критерий этот огромная фотографическая широта, но огромная фотографическая широта это не изобразительный вопрос, это вопрос удобства, это вопрос возможности фотографу ошибаться и не тратить особых усилий на экспонометрию и на оценку сцены. Выхватил фотоаппарат, щелкнул и пошел дальше. Таким образом, получается, что со всеми этими сложностями вместе взятыми применение пленки Эктар, на мой взгляд, в частности, в гибридном фотографическом процессе, призванном выдать максимальное качество из возможного, не имеет никакого смысла. И мы по-прежнему возвращаемся к чему совершенно верно, к слайду.